Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Луки. Это первые десять стихов шестой главы. Послушаем это рядовое евангельское зачетно в прочтении Отца Александра. Во время Оно хождаше Иисус в субботу сквозе сение, и восторгаху ученицы Его класса и едяху, стирающий руками. «Неце же от фарисея реше им, что творите, Его же не достоит творите в субботы?» И отвечав Иисус рече к ним, «Не лисе гоч листе, еже сотвори Давид, егда взалкася сам, и иже с ним сущие. Како в ниде в дом Божий, и хлебы предложения взем, и яде, и даде и сущим с ним, их же не достоиша ясти, токма единим и иреем. И глаголоша им, яко Господь и сын человеческий, и субботе. Бызже и в другую субботу в нити ему в сонмище, и учите, и бе тамо человек, и рука ему десная бе суха. На зераху же книжницы и фарисеи, аще в субботу исцелит, да обрящут речь нань. Он же ведешев помышления их, и рече человеку, имущему суху руку, восстани и стани посреде. Он же восстав ста. Рече же Иисус к ним, «Вопрошу вы, что достоит субботы, добро творите или зло творите? Душу спасти или погубите, они же умолчаша, и возрев на вся их рече ему, простри руку твою, он же сотворит тако, и утвердись, рука его здрава, яко другая». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взял калсам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?» И сказал им, «Сын человеческий, есть господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Евангелист Лука отмечает, что в первую субботу, по втором дне Пасхи, Господь проходил засеянными полями. Примечательно, что фарисеи почти везде и всегда следовали за Иисусом Христом, отслеживая каждый его шаг и придираясь ко всякому нарушению их обычаев и преданий. Следовали они и за Спасителем теперь. И когда увидели, что проголодавшиеся ученики его срывали колосья, растирали их руками и ели зерна, тотчас же заметили, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус в ответ на обличение фарисеев процитировал им события из Ветхого Завета, изложенные в 21 главе Первой книги Царств, и повествующие о том, как Давид и его спутники, гонимые Саулом, пришли в Нову к священнику Ахимелиху и просили у него хлеба для утоления голода. У священника не было простого хлеба, и потому он дал Давиду хлебопредложение. Хлебами предложения назывались 12 хлебов, которые клали каждую субботу на особом столе из массивного золота. Сначала в Скинии, а после в храме перед Господом от снов Израилевых. Эти хлебы как бы предлагались Богу, перед которым были положены, и потому и получили название хлебов-предложения. Каждую субботу их заменяли новыми хлебами, а снятые должны были есть священники на том святом месте, где они были положены. Борис Ильич Гладков пишет, «Если мучения голода, которые испытывал Давид, заставили первосвященника нарушить закон о хлебах-предложения, если таким образом помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы закона, как милость выше жертвы, то и ученики Иисуса, утоляя свой голод зернами из срываемых колосьев, могли нарушить закон субботнего ничего не делания в том его виде, как понимали фарисеи». Как видно, все внимание фарисеев было направлено на одни только жертвы и установленные преданием обычаи. Фарисеи перестали понимать, что нельзя приносить в жертву букве закона то, что составляет цель и назначение человека, а именно проявление любви к ближним и совершение добрых дел. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. К этому времени противники Иисуса Христа выступали уже совсем открыто. Он учил в синагоге в субботний день, а книжники и фарисеи пришли наблюдать. Не исцелит ли он кого-то, чтобы обвинить его в нарушении субботы? Господь, желая объяснить фарисеям, что не грешно делать добрые дела в субботу, приказывает человеку, имеющему сухую руку, стать посреди синагоги, чтобы все могли видеть его, и задает фарисеям вопрос, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить? Епископ Михаил Лузин поясняет, «Господь, как всеведущий сердцеведец, видел лукавые помышления фарисеев, с которыми они наблюдали за его действиями, и видел лукавство этого вопроса, который они предложили ему по этому случаю, и в ответе своем уловил словом мнимых хитрецов слова». Христос не стыдится и не страшится исповедовать истину благодати и милости. И чтобы доказать фарисеям, что должно творить добро в субботу, тотчас же всенародно исцеляет Сухорокова одним своим словом. Тем самым он обозначает важный принцип. Независимо от правил и установлений, сделавший доброе дело в субботу, поступает правильно. Евангельское чтение сегодня призывает нас задуматься о следующем. Можно усердно читать Священное Писание, даже знать его наизусть, но не понимать его истинного смысла. Нам же, дорогие братья и сестры, остается помнить, что добрые поступки, проявление милосердной и сострадательной любви и служения ближнему превыше всего. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, Натя уповад, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok